Всем привет! Сегодня мы будем снимать прикольное видео, мы вдохновились. Видео на YouTube, которое мы увидели, и нам понравилось, что там ребенок примерно нашего возраста отправился в магазин, составив при этом список сам. С родителями. Ну, в смысле, то, что, ну, короче, вы поняли. Самое главное, чтобы на его мнение, на его выбор не влиять. То есть ребенок сам ходит, выбирает, и он может покупать как и больше, так и меньше. То есть как бы должен пойти по списку, но там уже посмотрим, как получится. В общем, мы решили проэкспериментировать, также попробовать провести вот такой некий эксперимент с нашим ребенком. Все-таки Ванюшке уже 4,5 года, он такой вот уже сообразительный. Нам интересно, и мы решили это запечатлеть. В первую очередь хотим это сделать на память, чтобы вот в копилочку было такое видео, и когда он подрастет, ему тоже будет интересно посмотреть. Он очень любит пересматривать свои видео, где он маленький, поэтому это будет супер видео, для того, чтобы в будущем его пересмотреть. Да, ну а в конце небольшой такой бонус. Мы с Ванюшей с некоторых пор уже второй раз проводим интервью. И те же самые вопросы мы будем задавать из года в год. Мы это все снимаем, и в этот раз решили поделиться с вами этим таким разговорчиком с 4-леткой. В общем, все, без лишних слов. Поехали. Ванюш, ты считаешь себя взрослым? Ты уже большой? Сколько тебе лет? Четыре. У нас с папой для тебя очень важная миссия. Как? Ты пойдешь сам в супермаркет на закупку. Мы с тобой напишем список. Как ты думаешь, что нам нужно домой купить? Нам нужен хлеб, да? Да. Рисуешь хлеб только так, чтобы ты понял, что это хлеб. Выбирай себе нужный фломастер. Где я единичку нарисовала? Так, что нам еще нужно будет купить? Что ты любишь? Желе. Давай, два. Нарисуй желе. Это же клубники будет. Клубничный, ой. Так, третье. Что нам еще нужно купить? Подумай. Для нас всех. Нужно купить еще кефир. Ой, нет. Муку. Муку нужно купить. Обычную. А муку обычную. Упаковку муки. Да, мука тоже. Коробка тоже. Белая. Ну, надо нарисовать. Это не нужно вот это почти. Такой бежевый. Нарисуй упаковку муки. Ты запомнил, что это? Мука. Супер. Что нам еще нужно купить, чтобы ладушки сделать? Кефир. Правильно. Кефир из коробики. Сгущенка у нас есть. Есть? Закончила. Нет, есть. Сгущенка есть клубничная. Все, мука. Все готово. Смотри. И два. У тебя есть шесть и семь. Ты можешь купить две вещи или два продукта. Два что-то. То, что тебе захочется. Но только два. Робот. А второе. Это одно, это игрушка. А второе. Что-то съедобное? Да. Да? Ну, ты там выберешь в магазине сам. Это называется шоколадная линия. Повторяем. Хлеб. Да. Желе. Да. Мука. Да. Кефир. Да. Сгущенка. Да. Чтобы приготовить оладушки. Игрушка. И шоколадная линия. Окей. Берем с собой этот список. И ты пойдешь в супермаркет без папы и мамы. Как? С тобой Надя пойдет. И тебе помогать не будет. Ты будешь сам ходить с тележкой и брать все по списку. Понятно? Давай. Ты справишься? Да. Супер. Поехали. Девчонки, ребята, скоро Ваня будет готов сам ходить в супермаркет и делать мини-закупки для семьи. И чтобы по дороге наличные не потерялись и не улетели. У меня в детстве, к сожалению, была такая история. Нужно сделать детскую дебетовую карту Тинькофф Джуниор. Она классна тем, что здесь затратами ребенка можно следить. Все можно отслеживать в вашем приложении. В нужный момент бесплатно пополнять детскую карту со своей Тинькофф Блэк. Таким образом, ребенок никогда не останется без денег. Ну и еще можно установить лимиты, чтобы ребенок не потратил лишнее. Я уверена, что ваш ребенок оценит классную фишку этой карты. С ней вы можете научить ребенка копить деньги на путешествии или на какую-нибудь покупку его мечты. Для этого ребенку нужно создать свой счет-копилку и следить, как увеличивается его накопление до 7% годовых с подпиской Тинькофф ПРО. Заодно он будет знать, как работает накопительный счет и что это вообще значит. В приложении Тинькофф есть удобная функция для родителей. Например, если нужно собрать деньги на школьные нужды, вы можете сделать это прямо в приложении Тинькофф через функцию сбор средств. Это отдельный счет, на который родители могут перевести деньги из любых банков. Вы будете видеть историю переводов, сможете делиться ссылкой на сбор в любом мессенджере-чате и затем вывести собранную сумму абсолютно бесплатно. Конечно же, каждый ребенок хочет ощущать себя взрослым и ответственным. Карта Тинькофф Джуниор – настоящая дебетовая карта, которая позволит ребенку самостоятельно совершать свои первые финансовые операции. Уже более 35 миллионов человек пользуются услугами Тинькофф. Используй и ты. Ссылка на оформление карты в описании под видео. Так, ты готов? Да. Ты готова? Нам нужно хлеб. Пойдем. Вот. Самое первое – это хлеб. У-у-у. Ты-у-у. Поза. А я? И хлеб. Желе. Желе – это туда. Сюда. Потом сюда. Сюда. И желе уже не могу найти. Желе. Желе? Да. Так, смотри. Ну, пусть я не могу найти желе. Ну, давай желе потом. Сейчас нужно найти. Ну, хуже уже найти. Нужно гущёнку купить. Мы могу найти вот это все. Так, здесь гель все. И гель для большой детки. Вот этот. Не могу это найти. Подожди, но я же... Давай попробуем этот. Ой. Ну... Да. А ну-ка, вот вон туда. Так. Есть ещё жгущёнка. Потому что я уже большой. Мне нужно покупать. Но могу найти. Ну, где же жгущёнка? Сложное задание. Ну-ка, водички хочешь? Да. Взять её. Ну, все. Это вот одно из комплектов, что ты хочешь? Да. Одно из комплектов, что ты хочешь, ты можешь взять в картошку, берёшь водичку? Ну, здесь мне два, что я хочу взять. Ну, вот один из этих будет вода, да? Да. Окей, молодец. Мне нравится вода. Скоро. Пойдём дальше. Здесь точно есть. О, живи! Вот это всё вот так. А, сгущёнка! Где сгущёнка? Вот это? Да. А это варёная сгущёнка. Тебе такая надо? Это необычная сгущёнка, Ванюш. Это другая сгущёнка. Мне тоже варёная нужна. Тоже варёная нужна? Да. Вот она. Это мука? Да. Окей. И кефирю нужно взять. Да, это блинчики. Это блинчики? Ты можешь блинчики тоже? Блинчики тоже. Что нам всё ещё надо? Стоп. Что такое? Ну, мне только два можно. Я у тебя ещё игрушку. Но мне здесь нельзя. Ты уже одно взял? Я уже одно дам ещё. Там второе. Так, что у нас всё ещё по списку? Кипит. О, кипит! О, кипит! Ну, а теперь оттайка. Вот кипит. Свет, клюв ящик. Свет, вот смотри. О, кипит. Окей. Кипит один? Да. Нет, один этих бутинет. Один кипит нужно? Да? Да. Ты взял уже одну, и тебе осталась последняя кучка, да? Да. Пойдём за ней. Ты уже выбрал, что ты больше всего хочешь, если больше. Ну, игрушки, я здесь точно не купила игрушка. Всего целого магазина, ты хочешь только игрушки? Да. Ты можешь взять всё, что хочешь? Да. Но две только. Две? Ну, одну ты уже взяла, осталась там одна. Так, ну... И мы выйдем из этого магазина. И идём, я уже не хочу это. Знаешь что, мы вернулись домой. Ты что, еда? Давай смотреть, что Ванюша купил. Очень мне интересно, потому что я не видела. Ну, хлеб это по списку. То, что было, да? В списке хлеб. Гель для волосей. Гель для волос? Да, это гель для волос. Да? Да, вроде. Ты практически угадал, да? Да. Ну, по списку? Да. По списку. Доставай, что ты ещё купил? Кефир. Это кефир? Да. Упаковка похожа. Ты решил взять лимонный кефир? Да. Ну, это йогурт лимонный, это не кефир. Опять обшипка. Мука. Ванюшка. Дрожжи? Это не мука, да? Разрыхлитель, да? Или дрожжи? Сгущёнка. Ооо. Варёная. Ооо, да, варёная сгущёнка с клубничкой. Это не правда. Давай пять, тут ты справился. Жилье, как я хотел. Арбуз? Арбуза. Арбузовая? И... О, вот. Это даже на мне можно было. Ты выбрал водичку? И игрушку? Да. Канал. А что, всё, больше ничего не купил? Эээ, ничего не купил? Уморка. Нет. Можно Янику добавить? Да, конечно. А, очень холодно. Смотри. Ух ты, всякие тебе скидки дали. Нет, я с... Не баски... Не даю. И смотри. И вводи, что здесь доминиров. Фигурки. Фигурки. Ладно. Сынок, ну ты меня удивил. Ты всё купил по списку. Ничего лишнего не дал. А хотелось что-то ещё взять, помимо того, чтобы... Что мы написали в списке? Да. И ты решил всё равно не брать? Хочу, но забыл. Тебе понравилось ходить в Суперман? Да. И одна карта. Ещё и карточка. Ну, Вань, я тобой горжусь. Всё по списку. Но чуть-чуть по-другому. Что по-другому? Ну, кефир. А, ну ничего. И... Мину карточку чуть по-другому. И... И... И гель для волосей. И гель для волос. Что пойдёшь? Ещё пойдёшь в супермаркет? Да. Да? Тебе понравилось? Что ты чувствовал, когда ходил в магазин? Хорошо. Но есть время, когда я не мог найти. А, было время, когда ты не мог найти то, что хотелось, да? Да. И что у вас нет разного? Да. Да? Класс. Что сегодня настроение? Ну, не знаю. Я живу Иоанн мне 4 лет. Ты готов? Да. Давай. Какой твой любимый цвет? Красный. Какое твоё любимое животное? У меня нет животных любимых. Нету? Нет. Какой твой любимый мультик? Ах, я даже не знаю. Я не знаю, какой мультик. Я знаю, что я знаю, но типа, если бы ты кое-что с монстрами, тогда я не знала. Тогда я его знала, но сейчас нет. Сейчас нет. Не могу ответить. А твой любимый персонаж из «Щенячьего патруля» кто? Маша. Какие сказки ты больше всего любишь слушать? Я не люблю сказки. Не любишь? Мультики. Любишь мультики. Как зовут твоих друзей? Кай и Джулия. И Джулия. А это откуда твои друзья? От школы стали. А во что ты любишь играть со своими друзьями? Они не повторяются. И это тебе нравится? Нет. Ну, а во что ты любишь с ними играть? Почему они твои друзья? Как вы с ними играете? Ну, потому что мне понравилась их, ну, глаза. Глаза? Угу. С кем тебе больше нравится дружить? С мальчиками или с девочками? С всеми. С всеми. Хорошо. А какая твоя любимая игрушка? Лоботы. И у тебя есть увлечение? Вот куда ты любишь ходить? Я люблю армапарк, бассейн. Какая твоя самая вкусная еда на свете? У меня нет еды самой вкусной. У меня есть только просто самый вкусный. То есть у тебя нет самой-самой вкусной еды? Есть. Какая? Овощные оладушки с овощами. Овощные оладушки. Да. А как же суп? А как же тетельки? Мне все нравится. Все нравится. Все нравится. А какие твои любимые фрукты и овощи? Мне нравятся овощи. Какие? Морковь. Угу. Ананас. Угу, это фрукт. Ананас. Ну, это фрукт, но когда добавляешь в салат, тогда получается, что это не фрукт. Угу. Интересная мысль. А какая твоя самая нелюбимая еда? Так. Ммм, нелюбимая сладкие порочки. Что это? Ну, это такая деревна овощная шкурка. Есть такие детальки, которые надувают такое чисто, и потом жарят и получаются как дерево. Такое, и с овощами это дело. Так, это невкусно. Ммм. Ну, попробовать хоть можно, но это точно не понравится. Угу. Такое у меня. Ну, попробовать можно. Что бы ты хотел научиться готовить сам? Шоколадный пирожный Марио. Ну, вы... С формочками. Ничего себе. Ну, ты помогаешь маме с папой по дому? А что ты помогаешь? Ну, я не помню даже. Ну, ты убираешься, нет? Игрушки собираешь, убираешь? Да. Ну, это помощь. А что ты еще вместе любишь делать с родителями? Хочу зажигать с песнями. Смотри, ну, когда ты выглядишь свет, и вечер наступает, включаешь форму, вот. Ну, такие лампочки. Ой, они же вонду. Можно было это принести, вот, когда было вечер, можно было это на... на... эм... что-то запустить, чтобы это был свет, и салюты выпустить на улицу, а здесь будет вечеринка дома. Ух ты. Какой твой любимый праздник, и почему он твой любимый? День рождения, потому что там подарки. Ты любишь дарить подарки, или любишь больше их принимать, когда дарят тебе? Прими, мать и готовить. Готовить – это, ну, когда ты делаешь. Ты любишь делать и отдавать. Угу, хорошо. Уже закончится костер. Угу. Что бы ты хотел себе на день рождения? Важный человек-палка. Угу. А что ты любишь больше всего? Делать... Делать сюрпризы... Делать сюрпризы, съедобные. Что ты не любишь делать? Не люблю делать. Желать на дерево. О чем ты мечтаешь? У тебя есть мечта? Да, я мечтаю что-то. Увидеть... Настоящих... Шмошачки. Хотел бы ты иметь братика или сестричку? Я хотел, чтобы у меня было три братика. Когда ты совсем-совсем один, что ты любишь делать? Играть. Ты счастливый? Иногда. Иногда? Да. А что бы могли сделать для тебя родители, чтобы ты был всегда счастлив? Тебе дарить тебе счастье. За что ты любишь маму и папу? Потому что ты чёплый, а у папы красивый глазок. Что бы ты сделал, если бы твоим друзьям понадобилась помощь? Я вызвал спасателей от братика, и до этого я им помог. Что бы ты хотел, чтобы тебя баловали? Майки, у них это даже шума. Чего тебе не хватает? Ну, деталей. Деталей? Настоящих, чтобы мне было сделать машину или робота. Чего ты боишься больше всего? Волков. На кого ты бы хотел быть похожим? На спасателя. Каким ты себя видишь, когда тебе будет 14 лет, через 10 лет? Я буду надевать, буду делать себе одежду супергероя, так и буду выглядеть, как супергерой. А кем ты хотел бы стать, когда станешь взрослым, как мама и папа? Изобретатель. Вот когда ты куда-то едешь, кому-то в гости или еще куда-нибудь, где тебе лучше, дома или туда, куда ты едешь? У бабули Оксаны. У бабушки Оксаны. А что ты любишь делать на выходных, когда не нужно идти ни в школу, ни в садик, ни в лагерь? На выходных, когда мы остаемся? К бабуле Оксане. Ездить-ездить к бабуле Оксане? А если ты не едешь к бабуле Оксане? Дома чем ты любишь заниматься? Ну, тогда мне станет грустно. А какие бы три желания ты бы исполнил, если бы у тебя была волшебная палочка? Подарите неважу Человека-паука. Это раз. Вторая. Машинку Человека-паука красного. И третья. И машинку Человека-Черного-паука. Какой должен быть лучший друг, по твоему мнению? Три. Я твой лучший друг? А я какая? Теплая. Теплая? Да. Ванюш, каково это быть сыном мамы и папы, которые все время снимают на камеру все? Три. Но тебе нравится то, что мы тебя снимаем? Да. Да? Когда уже закончится видео? Все закончилось.